Сейчас коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». Впервые в нашем городе в стенах Центральной детской библиотеки имени Рябинина пройдет самый литературный диктант под девизом «Читай, понимай!». Участниками диктанта могут стать дети младшего и среднего школьного возраста до 12 лет, а также их родители. Тестирование будет проходить в анонимной форме. А узнать результат участники смогут по уникальному номеру, присвоенному при регистрации. Текст диктанта будет записан на видео и размещен на сайте Пермской краевой детской библиотеки имени Кузьмина. По итогу все участники семейного литературного диктанта получат сертификаты участника, а победителей призеров отметят дипломами. Мероприятие пройдет в следующее воскресенье, 25 марта, в детской библиотеке имени Рябинина. Союз ветеранов боевых действий «Братство» выражает искренне и благодарность всем отзывчивым и заинтересованным людям. Благодаря их добровольной помощи удалось собрать 35 тысяч рублей на реализацию проекта по установке пограничного столба в честь кунгуряков-пограничников. Причем часть денежных средств уже отправили предоплатой. Остальная сумма будет оплачена по мере готовности знака. Совместно с установкой пограничного столба запланировано и возведение памятного знака. Общая сумма составила 120 тысяч рублей. Однако на сегодня собрано всего 10 тысяч. Как поделюсь с своими подписчиками, в соцсетях Дмитрия Новокрещеных ожидания не оправдались в полной мере. Активность пограничников и горожан невелика. Тем временем установку памятного знака поддерживают многие. К сожалению, только словами. Всю подробную информацию о добровольном пожертвовании можно получить у председателя Союза ветеранов боевых действий Дмитрия Новокрещеных по телефону, который вы видите на экране.